Это Ира и Лиза. Я очень рада, что девочки согласились нам выступить. И они нам расскажут интересную историю о том, что происходит за кулисами страницы, как происходит рендеринг страницы и что с этим можно сделать. Пожалуйста. Всем привет, ребята. С чего мы хотели бы начать вообще? О чем этот доклад? Сейчас наша с вами жизнь, она очень быстрая, она все больше и больше перетекает в веб. И поэтому нам бы, конечно, хотелось, чтобы все наши приложения работали очень быстро, не бесили нас. И наша задача как разработчиков это все обеспечить, как бы сделать, чтобы все было очень быстро. И поэтому сегодня мы поговорим немножко об оптимизации, о том, как же все-таки работает веб-страницы и как с этим работать. Заглянем за кулисы веб-страницы. Да, примерно так там происходит. Окей. Что же происходит тогда, когда мы, значит, вводим адрес в нашу адресную строку и ждем эти вот несколько, некоторое время, что же делает браузер? Изначально он начинает обрабатывать HTML-документ. На основе кодировки, которая приведена в этом документе, он начинает преобразовывать байты в символы. Следующий этап – это поиск в этом документе треугольных скобочек, то есть тегов, и создание из них объектов с какими-то свойствами. И формируется таким образом объектная модель документа. Она представляет собой деревовидную структуру. Также стоит помнить, что при перезагрузке страниц все эти этапы начинают проделываться заново, и это занимает какое-то время. И чтобы узнать, какое время это занимает, то можно воспользоваться dev-панелью, и там будет вкладочка timeline. Окей. Теперь у нас есть объектная модель документа. Следующий этап – это при обработке HTML нашего браузер находит ссылку на CSS, его сразу скачивает и начинает также обрабатывать. Обрабатывается CSS-документ точно так же, то есть байты преобразуются в символы, символы в теги, теги в объекты, которые и образуют эту модель CSS-OM. Она имеет также деревовидную структуру, так как изначально свойства определяются для родителей объекта, а потом уже само объекту, и таким образом получается некоторый каскад. Чтобы посмотреть время, которое тратит на это браузер, то также можно воспользоваться dev-панелью. Там вкладка timeline и перерасчет стилей. Отлично. DOM и CSS-OM образуют модель визуализации. Начиная с основания модели DOM, браузер находит все видимые объекты, также стоит помнить, что visibility hidden и display none — это немного разные вещи, так как в первом случае visibility hidden у нас выделяет для этого объекта место, и браузер его обрабатывает, а в другом случае он его просто не видит. Находит в CSS наборы стилей, присваивает их соответствующим объектам и формирует модель из видимых объектов и соответствующих к ним стилей. Отлично. Мы на шаг приблизились уже к выводу нашей страницы на экран. И последний этап — это макет. То есть браузер рассчитывает размеры из положения всех объектов. Из этого образуют блочную модель. Все относительные показатели преобразуются в абсолютное положение пикселя на экране. И непосредственно у нас уже идет вывод на экран нашей странички. Ура! У нас все получилось. Вывелась страничка на экран. Давайте вспомним, что же сделал у нас браузер. Первый этап был построение объекта модели документы. Дальше обработка CSS-файла и создание CSS-OM. Потом создание модели визуализации. Определение формы и расположения объекта создания макета. И вывод на экран. Это все заняло у нас какое-то время. И существует navigation timing API, который позволяет отледить это время. Он делится на следующие события. Domloading — это начальный отметок, когда байты из документа преобразуются в символы. Dom interactive — это когда у нас сформируется дом. Dom content loaded — это у нас уже создалась модель визуализации и начинается обработка JavaScript-файлов. Dom complete — это все отлично. У нас уже все файлы обработаны. У нас есть какой-то готовый контент. И у нас предстает вращаться индикатор загрузки на таббе такой крупненький. И load event — это все отлично, все вывело на экран. У нас есть небольшой примерчик, с помощью которого высчитывается разница во времени. И результат его мы видим на экране. То есть всего у нас на загрузку страницы 272 миллисекунды. Если обновлять эту страничку, то всегда будут разные значения. Это работает везде практически, кроме старых и я. Восьмого — Safari старых версий, мобильных — iOS Safari и Opera Mini. Все круто, но мы всегда хотим, чтобы наши странички загружались намного быстрее. И мы привели вам несколько советов для того, чтобы это осуществить. Пишите валидные HTML и CSS. В стиле лучше включать хэд, а скрипты в конце в ваде. Но об этом немного позже. Стремитесь упрощать оптимизировать селекторы CSS. Чем меньше вложенность, тем лучше. Однако, если вы используете припроцессоры, то этим можно все-таки пренебречь. Также по эффективности обработки селекторы располагаются в следующем порядке. Это ID, класс, тег, соседний селектор, дочерний селектор, универсальный селектор, селектор атрибутов и псевдоэлементы, и псевдоклассы. Так как наш браузер читает правила справа налево, то в качестве ключевого лучше выбрать наиболее эффективный. Следующий совет – это избегайте лишних селекторов. Если это возможно написать сокращенную форму, то лучше напишите так. Также плохо прикреплять к названиям тегов, названия классов. Это трудоемко. В скриптах минимизируйте любую работу с домом. Для изменения стиля элементов лучше модифицировать только атрибут класс и как можно глубже в дереве дом. Немерево желательно только абсолютно фиктированные спозиционированные элементы. Это, конечно, не всегда возможно, но, однако, это менее трудозатратно. Можно отключать сложные ховер-анимации во время скрипта. Также прописывать в тегах стили тоже не очень хорошо. С помощью медиазапросов обработку некоторых CSS файлов можно отложить. Так как я уже говорила, что когда обрабатывает HTML файл наш браузер, то он находит ссылку на CSS документ и его скачивает и обрабатывает. В любом случае скачаются все CSS файлы, но если указать медиазапросы, то для какого-то устройства обрабатывать не надо, он не будет обрабатываться, что ускорит загрузку. И при использовании jQuery, если вы его используете для выборки элементов, придерживайтесь рекомендаций по составлению селекторов. Они представлены в таком виде на официальном сайте и легко доступны. Так что если вы используете jQuery, то вперед. Хорошо. Не знаю, работает. Работает, меня слышно? Хорошо. Отлично. Уже очень о многих советах рассказала Лиза, но, ребят, что такая ситуация? Мой код идеален. Дайте мне какой-то другой способ управлять загрузкой страницы. На самом деле код не бывает идеален, но все-таки хотелось бы иметь еще какую-то возможность управлять скоростью загрузки, и мы упустили пока еще, упустили очень важную часть, это работа со скриптами. Что же все-таки происходит? И давайте разберемся с тем, как все-таки влияют и как зависят скрипты от нашей страницы. Расположение скрипта в документе имеет значение, потому что все-таки если наш скрипт работает с каким-то дом-элементом, он уже должен существовать при выполнении скрипта. При обнаружении тега скрипта создание дом, сам весь наш рендеринг останавливается, и мы ждем, пока скрипт загрузится, выполнится, и только потом продолжаем рендерить. И JavaScript может получать данные из дома CSS, и это также может задержать рендеринг нашей страницы, потому что если скрипт использует какие-то дом-элементы, то пока выполняется скрипт, он откладывает выполнение, совершает рендеринг, получает модель дом, CSS-ом, выполняет необходимые действия, только потом продолжает рендеринг. Это может быть очень долго. Давайте разберемся, как мы загружаем скрипты. Самая обычная загрузка скриптов, я надеюсь, всем известная. В таком случае сперва загрузятся параллельно оба файла, а потом они выполнятся последовательно. То есть второй файл будет ждать, пока закончится, закончится выполняться первый, либо пока он выдаст ошибку. Но это задерживает рендеринг, потому что пока эти файлы загружаются и выполняются, рендеринг не происходит. И такая ситуация. Мы в своем файле никак не используем дом-объекты, не используем никаких функций, которые будут мешать рендерингу. Тогда смысл нам ждать рендеринга, чтобы их выполнить, чтобы их загрузить. И хотелось бы как-то сказать браузер, типа, чувак, загрузи пораньше, но мне не надо ждать. И спасибо в этом случае Е, это абсолютно не сарказм. Они придумали для нас такой атрибут, как defer, который означает, что вы говорите браузеру, я не буду вставлять браузеру палки в колеса, пускай рендерит себя спокойно, и если я вдруг что-то применю, типа document.write, можете бить меня по голове. И в этом случае браузер скачает оба скрипта параллельно и выполнит их прямо перед тем, как сработает событие дом-content loaded. То есть это то событие, тот момент, когда в обычном случае скрипты только начинают загружаться. В этот момент они у нас уже загружены, и они в этот момент уже выполняются в том порядке, в котором они перечислены. И тут возникли проблемы, потому что было и так уже много разных способов задать скрипты на страницы, а тут появились еще и defer. И у браузеров проблемы, как кого, в каком порядке выполнять, и поэтому в A3C договорились о том, что defer игнорируется на тех тегах скрипт, в которых нет атрибута src, и также на динамически задаваемых скриптах, то есть те, которые мы подключаем через JavaScript. Во всех остальных случаях мы будем качать все скрипты параллельно и выполнять их в том порядке, в котором они у нас подключены. Но и я дал, и я взял. К сожалению, в версиях ниже 10 у IE есть проблемы. Например, вот такой скрипт, для которого мы бы ожидали вывод в консоль 1.2.3, но IE сказал, ребят, нет, так же не весело, давайте выведем 1.3.2. К сожалению, у Internet Explorer ниже 10 версии есть такая проблема, что наткнувшись на какие-то манипуляции с дом, он прекращает выполнение этого файла и говорит, пускай пока подождет, я пока выполню что-нибудь другое и выполняет следующие файлы. Потом уже, когда дом готов, он возвращается к предыдущему, и поэтому абсолютно невозможно при больших файлах отследить, что, где и когда он будет выполнять. Это печально. Также есть атрибут асинхронности в спецификации HTML5. В данном случае браузер скачает оба скрипта параллельно и выполнит их, как только они будут загружены. То есть, как только какой-то из скриптов загружается, он тут же начинает выполняться. Выглядит круто, действительно, но если у вас один из скриптов зависит от другого, то есть, например, первый скрипт это была та же jQuery библиотека, а второй это какой-то код написанный на jQuery. Если второй файл выполнится быстрее, чем первый, будет беда, будет взрыв, кластерный бомбы на макаронной фабрике. Но если вдруг у вас эти файлы абсолютно независимы друг от друга, то это очень классное решение. Они загружаются параллельно и как только кто-то из них загружается, он тоже выполняется. Мы с вами научились выполнять файлы асинхронно, то есть, загружать их параллельно, не блокировать рендеринг, но, к сожалению, пока они у нас выполняются в каком-то асинхронном абсолютно порядке. И на самом деле в спецификации дом там в самом-самом низу есть один маленький абзац, в котором сказано, что можно установить в динамических скриптах значение асинхронности false. Что это будет значить? Обычно динамические скрипты они по умолчанию асинхронны, то есть, они загружаются в параллельном порядке, как только какой-то из них будет загружен, они выполняются. Но мы можем сделать вот так, добавив значение асинхронности false, и теперь эти скрипты загрузятся как асинхронные, то есть, они скачаются независимо от дома, они будут блокировать рендеринг, но выполняться будут именно в том порядке, ну что, выглядит как хорошее решение, но всегда есть какое-то но. К сожалению, если вы подключаете все свои скрипты обычно динамически, то хорошо, это ваше решение, но у браузера есть такая штука, которая называется модуль при загрузке, которая пробегает по страничке и смотрит, что может вам понадобиться, и заранее загружает эти файлики. И те файлы, которые подключаются динамически через JavaScript, к сожалению, этому модулю не видны. Но, опять же, есть решение, можно подключить эти файлики, записав их в линках, SAP ресурс. Мы можем сказать браузеру, что эти файлы нам нужны, он начнет их заранее скачивать, и к тому моменту, как выполнится скрипт с динамическим подключением наших файлов, они уже у нас будут, и нам не придется ждать, пока они загружены. Хорошо, этому мы уже научились, но хотелось бы еще какой-то большей динамики, еще как-то больше на это влиять. Представьте себе ситуацию. У нас есть 10 каких-то абсолютно разных файликов, которые отвечают за разные модули. Они абсолютно друг от друга независимы, и могут выполняться в любом порядке, нам не важно как. И есть один файл, в котором есть функции, которые нужны каждому из этих 10 файликов, поэтому все наши 10 остальных файлов должны выполниться после него. Никаких декларированных методов просто так сделать, это нету, но тут опять же E нас удивляет, и у него есть такой способ. При такой записи, E, видя запись, скрипт, которому атрибуту SRC присваивается какой-то файл, он уже начинает его загружать и выполнять, в то время как другие браузеры ожидают, пока мы добавим этот файл к домену. Поэтому у E есть возможность написать такую функцию, с помощью которой мы будем отслеживать какой-то файл. Есть такое событие, которое называется ReadyStateChange, с помощью которого свойство ReadyState мы можем отследить статус загружаемого файла. И как только какой-то из наших файлов загружен, в любой момент мы добавляем опять же атрибут SRC и этот файл тут же начинает загружаться и выполняться. То есть мы можем следить, когда загрузился наш главный файлик, вставить его и после этого абсолютно в синхронном порядке загрузить и выполнить все остальные 10, чей порядок нам не важен. Мы уже перечислили много способов, не знаю, как у вас, но когда я про это считала, у меня было такое, так как же все-таки правильно загружать, ребят, скажите уже. И на самом деле самый лучший способ такой. Ничего не меняется. К сожалению, во всех перечисленных методах оптимизации есть свои недостатки и самый лучший способ, это тот способ, который мы используем. Обычное подключение файлов в конце нашего документа. Но если вдруг вы хотите поднять себе карму и все-таки как-то оптимизировать свою страницу, то ваш алгоритм такой. Мы перечисляем все наши JavaScript файлики в линках сапресурс, потом подключаем их асинхронно, те файлы, где важен порядок, мы указываем им асинхронность false, потом для ИЕ, который не совсем понимает, что такое асинхронность false, мы делаем ready-state событие и с помощью него как-то управляем загрузкой. И для остальных скриптов мы просто ставим атрибут defer, чтобы они не блокировали дом и загружались абсолютно независимо. Достаточно сложно. И я знаю, что было много информации, поэтому давайте теперь быстренько повторим все, что мы прошли. Обычная загрузка скрипт. Скачивает все скрипты вместе, выполняет по порядку после загрузки CSS и блокирует рендеринг до завершения. Все браузеры могут выполнять. Defer скачивает все файлы вместе, выполняет по порядку непосредственно перед событием дом-контент-лоадед, не блокирует рендеринг и игнорируется для скриптов, у которых нет атрибута SRC. Все браузеры выполняет, ИЕ ниже десятой версии балуется, говорит, что ай, давайте выполним второе перед первым, это же так весело. Также, как мы уже говорили, проблемы у ИЕ ниже десятой версии и, к сожалению, Opera Mini тоже нас немножко подвела. Атрибут асинхронности скачивает все файлы вместе, параллельно выполняет в том порядке, в котором они будут загружены и не блокирует рендеринг. Посмотрим, что у нас с браузерами. Все те же ребята нас, к сожалению, огорчают. Асинхронность false через JavaScript скачивает все файлы вместе, выполняет по порядку, в том порядке, когда мы их подключили, когда все-все-все файлы загрузятся и не блокирует рендеринг. Все браузеры говорят, круто, я твой друг, я все сделаю, но еще я могу, кстати, отслеживать с помощью ReadyStateChange статус этих файликов. Опять же, те же ребята. И, в принципе, это все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Да, спасибо большое. Мы вам сегодня рассказали про то, как себя ведет браузер, когда загружается страница, что при этом происходит. И если вы хотите как-то ускорить загрузку, то мы привели вам несколько практических советов. Я думаю, что если покопаться в интернете, то можно еще больше найти, если полазить на форумах. Так же, если вы хотите все-таки оптимизировать, взялись за это и сидите неделю, неделю оптимизируйте, но в итоге это приведет к тому, что вы всего лишь уменьшили скорость загрузки на одну тысячную, десятитысячную миллисекунды, то, может, оно того не стоит, и поэтому оптимизируйте с умом. Ребята, оптимизация – это все-таки классная штука, и если вам это надо, пользуйтесь, но, опять же, думайте, что вы делаете, как вы делаете, рассчитывайте свое время, и перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...